Ну что, ребят, собственно, закончился Хука Клаб Шоу, да, закончилось всё. Большое спасибо Асе Закатовой, что организовывал такие мощные пиздатые выставки, и в этом году выставка была просто нереально колоссальных размеров, и я даже не успел всё нахуй обойти. Я не смог подойти к многим стендам, возможно, у них были для меня подарки, но, ребят, извините, я реально просто заебался ходить по этой выставке. Возможно, если бы я ни хрена не снимал бы и не подходил бы к каждому стенду, да, я бы успел подойти ко всем и забрать всё, что они мне приготовили, да. Но это было очень сложно сделать. Но я то, что набрал, то я набрал, и сегодня мы посмотрим, кто что подарил. Некоторые вещи я купил, и, собственно, давайте поглядим, что у нас есть. Думаю, начнём с первого пакета, да, тут почти все спектрумовские пакеты, потому что это нужно было как-то удобно сложить, и эти пакеты были в самый раз, да. Давайте, погнали. Первое, что хочу вам показать, это кальянную монополию. Сделана она такой компанией, как Морзат Хука, да. Вот такая вот монополия, и, грубо говоря, главными спонсорами этой монополии стал элемент табака, Пандора и Масхев. Также здесь есть сюрприз от Масхева. Пока я, если я это открывать, ничего не буду. Возможно, мы это отложим на обзор. И на обзор, знаете, с чем мы будем сравнивать? Мы будем сравнивать с вот такой вот монополией. Это тоже монополия кальянной индустрии уже от спектрума, да. И вот здесь у меня вот такая маленькая несостыковочка. Здесь написано «Первая большая настольная игра в кальянной индустрии», да. Поскольку я знаю, что вот эта монополия вроде появилась раньше, чем вот эта монополия. И кто из них первый, хуй пойми, но большое спасибо обоим. Вот этой монополии спасибо, и вот этой монополии тоже спасибо, да. Что мы сделаем? Мы, наверное, попозже снимем выпуск про эти две монополии, чем они отличаются, чем одна монополия круче другой монополии, и все такое-такое, что можно будет про них сказать. И, наверное, в следующем выпуске про эти монополии мы эти две монополии и разыграем. Ладненько, идем дальше о подарочках. Есть вот такая вот батарея табака «Банч», «Банча», «Банча». Короче, кто не знает, что такое «Банча», можете загуглить. Ну, это не совсем название продукции. Кто знает, что такое «Банча», загуглите. Это вот такой вот табачок, он в стеклянных баночках. И я скажу так, это «Безаромка» на основе сигарного листа, и она очень прикольная, потому что вместе с Сылкиным мы тут многое что прокуривали. И мне очень понравилось. Крепенько, хорошо, очень приятный сигарный лист. Это «Банч». На него мы тоже снимем отдельный продукт, прокурим, посмотрим, что к чему. Он сделан специально для Simple for Huka Club Show 2019. Так, идем дальше, что есть. Есть еще вот такой вот уголь. Компания Crown предоставила уголь Airflow. Грубо говоря, Airflow – это как рифленые чипсы. У нее две грани, они вот такие вот рифленые, как стиральная машинка. И за счет этого они тут пишут. «Уникальная форма кокосового угля для кальяна. Crown Airflow обладает исключительными дышащими, как прокладки». Свойствами нижняя часть брикета не темнеет благодаря равномерной циркуляции воздуха, не нуждается в частом переворачивании. На самом деле, Crown, когда он упал дико в хуевую яму качества, они выровнялись. Они стали довольно-таки интересным, хорошим углем. Я к ним лично подходил, только ради вот такой вот штучки. Мне было интересно, что такое Airflow и что они придумали. Потому что я не знал, что это будет такой рифленый уголечек. А, идем дальше. Наверное, это, знаете, ребят, это самый мимимишный подарок, самый милый-милый подарок, который может только быть за всю кальяную выставку. Но никто не думал, что это сделать. Это компания Аборит. Аборит – это казанская компания, которая занимается производством кальянов. Честно, я о них такого не ожидал. Они мне подарили вот такую вот футболочку. Здесь, собственно, карикатурный я. У меня на руках Аманет. В другой руке, конечно же, кальян Аборит. И Даша, которая считает денежки. Реально, очень... Реально, самый мимимишный подарок. Посмотрите на меня. Какой такой путузик. И на Дашеньку, которая там рассчитывает кэш и ведет, грубо говоря, мою бухгалтерию. Размер, кстати, мой. Чтобы вы знали, мой размер – это XXL Regular Fit. Не зауженная, а такая пошире. Вот такой вот, собственно, подарочек от компании Аборит. Спасибо большое. Реально, милая, я ее буду гонять. Так, собственно, идем дальше. Что у нас есть еще? Собственно, компания DarkSide опять загрела мне одежды и подарила вот такую вот сумку. Это не та сумка, которую DarkSide давала за регистрацию, чтобы получить бесплатный подарочек. Это вот такая вот напоясная сумка. Возможно, она какая-то крутая, да? Возможно, у нее есть что-то такое интересное, но вот она мне прям не так сильно симпатизирует. Я просто вот эти веревочки... Ну, возможно, она крутая, да? Она как бы пошире. И, возможно, когда я буду уже потеплее, то я смогу полноценно долго гулять с малышкой. Она мне очень пригодится для всего. Внутри у нас пусто. Я думал, DarkSide деньги положит. Ладно, сумка так себе, честно. Для денег нет? Да ладно, шучу. Довольно-таки прикольная сумка. Плюс, конечно же, футболки от их новой линейки одежды. Identity. Identity. DarkSide Identity. Что-то такое, короче, да? Ладненько, идем дальше. Дальше. Знаете, такой есть табачок под названием Sarma. Это сибирский табак. Сибири, грубо говоря, да? И они сделали, собственно, вот такую вот штучку. Такую досточку, да? Как бы что такое? А это, ребят, головоломка от Sarma. Но она, как бы, знаете, индивидуальная. То есть, тут написано еще для давы. Да, очень крутая головоломка. И вот сейчас вот она, типа, в собранном виде. Все штучки стоят, как бы, и все поместились. Но если это все высыпать, то вся задача, наверное, будет в том, чтобы ее заново собрать. Так, чтобы это все аккуратненько так же лежало. Все так же аккуратненько помещалось. И все, грубо говоря, крайние граньки были закрыты. Вот такой вот подарочек от Sarma. И круто. Спасибо большое, Sarma. Очень мило, очень приятно. Что все так много уделяют внимания. К сожалению, к вам я не смог уделить внимания. Потому что у вас был, вроде, один из таких больших стендов. Но мне не хватило времени к вам подойти. Так что, как-нибудь ваш табачок мы все-таки прокурим. Посмотрим, что это такое. И думаю, будет очень здорово. Так, идем дальше. Компания Target. Загрели тоже щипцы. И загрела, наверное, свою фирменную чашечку. Давайте, собственно, все это посмотрим. Что за щипцы, что за чашечка. Это вот такая вот чашечка. Знаете, на что она похожа? Под новый коллаут подойдет прям в самый раз. Это чашечки Target. Очень, кстати, прикольный такой фанел. Даже интересно будет на нем потом покурить. И посмотреть, что он из себя представляет. И, собственно, конечно же, щипцы. Щипцы ничего удивительного, ребята. Максимально заезженная форма, да, вот этих ножей, кинжалов. То есть, тут у меня вон этот, как его, кастетики. Но, ребят, если вы можете сделать щипцы в такой форме, напишите мне. Я вам докидаю хуй в отучу идей для охуенных щипцов. У меня просто нет, как бы, производства и всего остального нового идеи. У меня охуево туча. И мы захуярим нехуевый, а охуевший щипцы. Это компания Target. Спасибо большое. Молодцы. Так, идем дальше. Это ручка Original Virginia. Спасибо. На самом деле, Original Virginia, не обижайтесь. Там ваши подарочки, они где-то проебланились в машине. И я нашел только ручку. Надо будет внимательно потом посмотреть, поискать. И идем дальше. Кто угадает, что это? Кто это? Что это? Кто угадает? Что за кубик такой стеклянный? Красивый. Да, это хайп. Они сделали вот такой вот коллекционный набор ихнего табака. Хайп мини. Здесь также написано для Давы. Хороший чертов став для моего бро Дава Дым. Честно, вот эта баночка, она с такими пробниками, то есть миниками. Но я вам клянусь, я это никогда не открою. Знаете почему? Потому что это так охуенно сложено. И это так реально красиво, что я, блядь, просто не хочу это все открывать. Кстати, хайп, поздравляю вас с получением акциза. Теперь вы легальны на нашем рынке. На моем рынке. Можете работать. Ладненько. Реально, хайп, без обид. Но это я не открою и пробовать я даже это не буду, потому что я оставлю это все как есть. Это реально круто. Просто такое стеклишко, все такое красивое, прям нереальное. Так что мы это все оставим как есть. Так. Идем дальше. Идем вот, наверное, к очень интересному пакету. Это пакет спектрумовский. Там лежали прикольные приколюхи. Там лежала монополия. И лежала вот такая вот штучка. Я вам ее покажу попозже. Ну и получилось так, что в этот пакет я еще запихал немножко другого. Вот такая вот шкатулочка с кисяу. То есть там на выбор было много разных животных. Были игуаны, орангутаны, змеи, ящерицы. Но так как у меня есть кисяу, я выбрал тоже себе с кисяу. Это шкатулка от Оазиса. Внутри ничего нет. Для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы у вас эстетично возле плитульки дома лежали уголечки в красивой деревянной шкатулочке. Вы вот сюда выкладываете уголечки. И это вот так вот все красиво лежит возле плитки. И вы такие, ой, дай-ка я пойду себе забью кальянчик. Сбивает все кальянчик. Подходите вот так вот на кисяу. Оп. Достали три кубика и поэстетично поставили на плитку. Потом вот так вот все это красиво закрыли. Для этого эта шкатулочка предназначена. Поэтому Оазис спасибо. Я ее буду использовать немного для других целей. Но я ее буду использовать. Так что, я думаю, вам должно быть приятно, что ваши шкатулки реально работают и используют. Идем дальше. Что это? А! Да, кто... У многих есть вопрос. Что же компания DarkSide дарила бесплатно для участников, кто посещал их стенды и все остальное? Она дарила вот такую вот сумочку. Вот так вот, да? И внутри этой сумочки я туда ничего не вытаскивал. Я даже не смотрел. А, давайте, собственно, мы с вами вместе все это и посмотрим. Там лежит вот такие вот блокнотики. Темные силы, благи и намерения. Коллекция DarkSide... 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 DarkSideDentity, блядь. Короче, вот такой вот прикольный блокнотик. Далее. Для вашего кэша. Такой вот портманник. Далее DarkSide Corporation. А, вот, это вся их продукция, которую они выпускают. Там табак, кальяны, колбы, все остальное, да? И вот такие вот, ну, реально, наверное, я бы сказал бы, что очень мощный стикер-пак. Да, нет, на самом деле, очень мощный. Прикольный. Качество... Вот качество, вроде, стикер-пака не очень. А, собственно, сама графика довольно-таки мощная, необычная. DarkSide начинает осваивать геометрию, как я понял, да? Вот так вот. И вот DarkSide Identity. А вот это я наклею на MacBook, наверное, скорее всего, отложу сразу ее. Все, больше в этой сумочке. И ничего не было. Ну, и она очень полезная. Что-нибудь таскать в ней, я не знаю. Ее можно во время смены гонять, как бы, да? Если это такой прям прирожденный DarkSide, то гонять ее можно будет на смене. Сюда, допустим, запихать мундштуков. Так, типа, подошел. Мундштук гостю дал. Закрыл, пошел дальше, да? Ну, то есть, если нафантазировать, ей можно найти целую кучу применений, да? Идем дальше. Идем дальше. Ага. Вот такой вот подарочек еще есть от компании World Tobacco Original. Да? Тут, конечно же, я думаю, наверное, вы поняли, что здесь лежит, да? Здесь лежат три баночки. Не новые вкусы. А, возьмем даже так, линейка Ultimate Original. Грубо говоря, ее еще по-другому называют Organic. Давайте полностью прочитаем, что компания ВТО заливает нам наивысшее достижение в производстве табака для кальяна. Линейка сделана полностью из органических компонентов. Органический живой сигарный лист, органические растительные пищевые глицерины. И самый главный компонент – это органическая вытяжка из растений со вкусовой линейки. Предоставленные вытяжки из горного чебреца, голландских шишек хмеля и черного кориандра. Линейка создана по спецзаказу арабских шейхов. Мы даем возможность попробовать то, чего ты раньше не пробовал и вряд ли смог это попробовать. Курите меньше, но лучшее. Собственно, да. Вот такие вот баночки. Отличительной чертой этой линейки стало то, что у нее есть, я не знаю, будет вам видно, нет, но она вот отбликивает вот таким вот фиолетовым цветом. Вот так вот ее поводить, то она такая фиолетовая. Это у нас Black Coriander с кодом U13. Это у нас голландские шишки U12. И U11 – это, как вкусно назывался, горный чебрец. Это горный чебрец. Вот так вот компания ВТО, собственно, задарила такой маленький подарочек. Мы, конечно же, все это прокурим, сделаем на это обзор, но скажу сразу, что я это пробовал на выставке. Конечно, немного подуставшее было. И у меня есть парочку сомнений по поводу некоторых моментов данного табака. Так, самый главный подарок, наверное. А, идем дальше. Да, забыл. Ой, блядь, это-то. Давайте разберем Spectrum, сказать, что не задарили, короче, еще в этом пакете, что было у Spectrum. Так, это вот такой вот стикер-пак от Spectrum. Крепко-некрепко тоже брошюрка от Spectrum. Очень прикольная тут амиксология, какие миксы собирать, как забивать кальян, что к чему, как идентифицировать пачку. Кстати, компания Spectrum тоже получила акциз, и поздравляем вас с получением акциза. Так, далее, далее. Есть еще вот такой... Ладно, уже откроем мы, что в этой коробке и в этой рамке. Есть вот такая вот... Она помялась, правда. Я не знал, что это настолько важно. Ладно. А, благодарность от лица компании Spectrum Табака. Выражаем огромную благодарность каналу Давадым за популяризацию кальяной индустрии. Спасибо. Крутейшие влоги, мастер-классы, смены, обзоры. Спасибо за твое позитивное настроение. В каждом ролике Дава Респект. Иди вперед с улыбкой по жизни, заряжай окружающих позитивом, и пусть удача будет на твоей стороне и на стороне твоей семьи. Успехов во всем. Мой Spectrum. Да? Разбираем теперь эту коробочку Spectrum. Они, короче, задарились. Здесь все в этой коробочке было. Так. Spectrum. Это их черная линейка. Ну, грубо говоря, крепкая линейка. И я покурил. И это реально было очень-очень вкусно. Но это что-то другое. Американский персик. А, да. Ух ты. Здесь еще монетка лежит. Крепко? Не крепко. То есть, может, типа, бросить а-ля элемент. Но все равно прикольно. У меня уже есть две монетки. Монетка есть от элемента и монетка есть от Spectrum. Это пробничек крепкой линейки Spectrum. И я скажу так. Она реально очень такая крепкая. Но не так, чтобы умереть от нее. Но она реально приятная. Она реально хорошая. Я ее жду. Новую линейку. Но мы пока не будем снимать обзор на пробник. Смысла нет, да. Вот такой вот пробничек. Идем дальше. А, собственно, это уже так парочка новых вкусов. Скорее всего, как я понял, да. Это чин из грас. А, китайские травы. Новый вкус у них. Овсянка с манго. Да. Пока у нас только два новых вкуса. Так, потом что? Потом вот такой вот мундштучок с вот такой вот подвеской а-ля Spectrum. Круто, интересно. Крепко-некрепко. Короче, походу на этой выставке у них была акция крепко-некрепко. И есть вот такой же черный. Крепко-некрепко. А, они вон что сделали. Даже мундштук пробрендировали. Мощно, круто, круто. Так, идем, наверное, к главному подарку от компании Spectrum. Это вот такая вот штучка. Многие, наверное, видели, что у многих блогеров тоже такая есть штучка. Но я решил ее открыть прямо специально для вас. Для этого я ее не рассматривал до этого. И давайте, собственно, ее откроем. Что же это у нас здесь? Что же, что же? А это у нас здесь... Вот такая вот рамочка. Типа, благодарим вас за популяризацию кальяной индустрии на Ютубе. Ютуб Spectrum. Грубо говоря, это типа золотая кнопка кальяного Ютуба. И это реально очень круто. Прямо Spectrum, блядь. Спасибо, спасибо. Это реально мощно. Потому что, наверное, скорее всего, до получения мною моей заветной кнопочки от Ютуба должно пройти немало времени, потому что культура у нас не так развита. И, собственно, наверное, мой юмор и мою подачу немногие понимают. Да, но Spectrum, блядь. Спасибо тебе за такую охуенную кнопку. Это реально супер. Мы ее пока уберем вот сюда. И у нас есть еще целый пакетик подарочков. Вот такая вот штучка. У нас здесь есть вот такой вот бокс. Тоже от Тартуги для Давы. Это, собственно, бухлишечка. Да, это Тартуга, дым, бухлишка. Я, соответственно, не знаю, что это. Торгово-производственная кальяная компания. Ля-ля-ля Тартуга. Тартуга. Я это, конечно же, поставлю к себе в коллекцию, потому что бухла у меня дома очень много. Но никто не бухает, поэтому он и не расходуется, а коллекционируется. Кто был у меня дома, они, собственно, знают, сколько здесь бухло. Идем дальше. Так, там мы идем к Давтику. Давтик мой самый любимый табачок. Есть блокнотик от Давта. И я, конечно же, взял два новых вкуса от Давта. Я их, конечно же, прокурю. Это два новых вкуса. Это Тархун и Рафик. Рафик. Рафики. Да, это Рафики, блядь. Жирафики, жирафики. Короче, Тархун, собственно, понятно, а Рафики это какая-то экзотическая ягода, о которой я лично раньше никогда не слышал. И не знаю, что это такое. Но я это вроде прокурил, а вроде это было уже сильно уставшее на стенде. Поэтому я это, собственно, взял домой. И дома мы прокурим. И мы, конечно же, на это тоже чуть-чуть попозже снимем обзор. Далее здесь есть еще подарочки у нас от Бёрна. Это вот такой вот Бёрновский мундштук. Тоже, кстати, приручен к крепкой линейке. Кстати, здесь тоже есть гравировка. Как я понял, они все делали у одной компании. Есть здесь еще гулять. Взять не могу. Черная линейка. Собственно, это обычная линейка. 20-граммовый треугольничек. Нас он больше не интересует. Нас интересует Блэкбёрн. Тоже, ребята, пошли на уровень геометрии. Тоже такие ровные геометрические линии во всем. Разрезы, порезы и так далее. Здесь есть у меня вкусы Йеллоу Меллоу. Азиатский личи. И вкус Йеллоу... Эй, так неинтересно. Два вкуса Йеллоу Меллоу. Бля, вот. Ладно, два вкуса Йеллоу Меллоу. Окей. Так. И идем, наверное, к еще одному подарочку. Это тоже компания Дафтик задарила. Как вы знаете, у компании Дафт появилась линия лимитированных принтов на футболку. И, собственно, они мне все это задарили. Все футболочки компания Дафт мне задарила. Собственно, вы сейчас посмотрите. Ну, реально это круто. Дафт, молодцы, замутили круто. Это... Кто, короче, в теме, тот поймет, что это. Да? Это первый принт. Идем далее. Это у нас второй принт. А, а, а. Топчик, топчик, ребят. Идем далее. Это у нас, наверное, тоже очень интересно. Но это очень попсово. И, наверное, многие знают, но наполовину, реально, молодежь, спроси, кто это изображен. Они ответят тебе в душе не ебем, братан. Нам это не интересно. А, Рик, Морти, Форевер, там, все остальное, да? Так, давайте посмотрим, что здесь. О, ну, это Арнольдик. Это Терминатор. Тоже очень бодро, очень круто. Охуенно, да? Охуенно. Блядь, я просто в шоке. Спасибо большое, дафт, за то, что подогнали мне эти футболочки. Я еще, когда увидел их, сразу захотел. Так, есть еще, ну, это а-ля Дарк Вейдер. Все остальное, да, тоже охуительное. Вообще, цветовая гамма, как все это исполнение, очень круто. И компания DAV, она захуярила реально самый крутой стенд, который только был на Huka Club Show. И, наверное, самое последнее. Вот до этого принта, вот реально, сейчас спроси новое поколение, то есть молодняк, кто это такой? Они даже не смогут сказать, кто это. Да даже сейчас, те, кто на меня подписан, да, вроде 18 лет, но им будет сложно вспомнить этого персонажа. Вот. Кто это, ребят? Кто это? Соответственно, что это за персонаж такой, в такой ебаной каске? Вот кто это? Да, так что пишите в комментарии, кто это, пускай люди знают, кто это. Собственно, вот и все, подарочки закончились. Наверное, я вас не заебал, но мне захотелось поделиться это через видео и таким способом сказать огромное спасибо производителям всех брендов. Поэтому я их озвучил очень четко и чтобы вы хорошо слышали. Поэтому всем спасибо. В первую очередь тем, кто все это подарил. Второе спасибо Асе Закатовой за организацию такой крутой выставки. И третье спасибо, наверное, вам. То, что вы меня смотрите, меня подбадриваете, даете мне мотивацию двигаться дальше, снимать больше, снимать интереснее. Так что это Дава Дым, ставь лайки, пиши комментарии и ставь на значок, звоночка, хотя не обязательно, но все-таки поставь. Так хоть будешь первым писать, я первый, я буду тебя закреплять в комментариях. Пока-пока. Продолжение следует...